Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на Библейском портале мы продолжаем наши беседы по книге Иова, и сегодня мы будем читать и делать обзор 22 главы этой книги. Итак, христианские экзегеты настаивают на том, что в данной главе Иллифас в третий раз нападает на Иова, причем ему вторит Вилдад и Сафар, но Сафар в меньшей степени, похоже, Сафар здесь начинает как бы оставлять вот это поле сражения с Иовом. Несчастье Иова, как и многих других честных людей, заключается в том, что друзья неверно понимают их. Он говорил о процветании нечестивцев в этом мире как о тайне предвидения, а они восприняли его слова как порицание провидения, которое смотрит сквозь пальцы на их нечестие. За это они, соответственно, порицают его. Итак, в данной главе экзегеты видят что? Первое. Иллифас останавливает Иова, когда тот жалуется на Бога и на его обращение с ним, словно его друг полагает, что Бог причинил ему зло. Об этом с 1 по 4 стих. Даже если Бог нас наказывает, это никогда не имеет целью причинить нам какое-то зло. Поэтому в Библии сказано, кого Бог любит, того и наказывает. Это всегда несет на себе некую педагогическую нагрузку. Об этом писал еще и древний Ориген. Далее второе. Он обвиняет Иова во многих чудовищных преступлениях и проступках, за которые, как он считает, теперь Бог наказывает его. В притеснении и несправедливости с 5 по 11 стих даже обвиняет Иова в неверии, в безбожии с 12 по 14 стих, сравнивает его случаи, ситуации, которые постигла древний мир, когда был всемирный потоп, а потом гибель Содома. Об этом с 15 по 20. Но при этом он дает очень хороший совет Иову, заверяя в том, что если он последует этому наставлению, то Бог повернется к нему с милостью, и он снова будет процветать с 21 по 30 стих. Итак, Элифас останавливает Иова, как бы перебивает Иова, когда тот жалуется на Бога и на его обращение с ним, словно его друг полагает, что Бог причинил ему зло. С 1 по 4 стих. И отвечал Элифас, фимонитянин, и сказал, «Рази может человек доставлять пользу Богу? Разумный доставляет пользу себе самому. Что за удовольствие Вседержителю, что ты праведен, и будет ли ему выгода от того, что ты содержишь пути твои в непорочности? Неужели он, то есть Бог, боясь тебя, вступит с тобой в состязание, пойдет судиться с тобою?» И вот очень интересно в блаженной памяти Ирей Даниил Сысоев пишет, «Продолжаем изучать книгу Иова и те вопросы о добре и зле, которые ставит христианство», то есть через эту книгу, после того, после того, как Иов ответил Сафару и тем самым уже во второй раз всем своим друзьям, возражателям, начинается третий виток столь мучительных для праведника разговоров. Друзья никак не могут успокоиться, если раньше они высказывали только подозрение, что Иов сам виноват в своих страданиях, то теперь они переходят к обвинению и нападкам на него. Например, мы напали на другого человека или на другую группу людей. Мы причиняем им боль, страдания этим людям. Почему при этом мы еще и поносим этих людей? Чтобы не испытывать угрызения совести. Мы вешаем на них разные шаблоны, ну и они в ответ вешают все это на нас. Но чаще подобное поведение всегда обнаруживается у нападающей стороны. Поэтому и нападают. И сякли аргументы, и они переходят к травле и террору. Это как в личных взаимоотношениях, так и в общественных. И межнациональных, и межгосударственных. Далее, Элифаса обвиняет Иова во многих чудовищных преступлениях и проступках, за которые, как он считает, теперь Бог наказывает его. Прежде всего, он обвиняет его в притеснении и несправедливости. хотя древнее предание сохранило информацию о том, что дворец Иова, это были такие соединенные шатры, этот дворец был устроен так, что были входы со всех сторон. имелось в виду, что если кто-то всю жизнь был в достатке, достаточно богатым, и неожиданно обнищал, ему будет стыдно стоять в общей очереди с другими нищими. Он может пройти через другие ворота вот именно для таких людей. То есть Иов старался заботиться о каждом и, занимаясь благотворительностью, стремился никого не оскорбить. Иногда благотворительность, всякие там гуманитарные программы, это может граничить с актом именно оскорбления. И мы читаем с пятого стиха и ниже «Верно, злоба твоя велика, и беззакониям твоим нет конца». Это вот идет ругань Иова, чтобы понять, а почему Бог его наказывает. «Верно, ты брал залоги от братьев твоих ни за что, и с полуногих снимал одежду, утомленному жаждую не подавал воды, напиться, и голодному отказывал в хлебе, а человеку сильному ты давал землю, и сыновитый селился на ней, вдов ты отсылал ни с чем, и сирота оставлял с пустыми руками, зато вокруг тебя петли, и возмутил тебя неожиданный ужас или тьма, в которой ты ничего не видишь, и множество вод покрыло тебя. Что значит множество вод покрыло тебя? То есть, беда приходит как бы со всех сторон, как вода, когда она покрывает человеческое тело, она как бы целиком принимает это тело в себя, так и беда. но в противоположность сказанному, на самом деле Иов был человеком прежде всего странолюбимым, а тогда это считалось высшей формой проявления праведности, заботиться о странниках. Далее идет уже обвинение в неверии, в атеизме, 12 по 14 стих. Он начинает говорить резко этот дружок, Иова. Ничего себе, друзья. Не превыше ли небес Бог? Посмотри вверх на звезды, как они высоко. И ты говоришь, что знает Бог? Может ли Он судить сквозь мрак? Облака завесы Его, так что Он не видит, а ходит только по небесному кругу. Это как бы отрицание веры в Бога с точки зрения веры Авраама и Исаака и Якова. И это действительно граничит с атеизмом. И в толковой православной Библии говорится, грехи против ближних соединяются у Иова по мнению или фаза с грехами против Бога, отрицанием его всеведения и вмешательства в жизнь людей, промысла. Жилище Божие выше звездного неба, из подобной высоты якобы Богу видна не вся земля. Перед ним расстилается ее необозримый для человеческого глаза простор, Бог вездесущ, но Иов как бы этого не замечает. То есть Иова обвиняют в том, что он делал, Иова обвиняют в том, что он не говорил. Далее с 15 по 20 стих. Этот друг Иова сравнивает его случай с ситуацией, которая постигла древний мир. 15 стих и ниже. Неужели ты держишься пути древних, по которому шли люди беззаконные, которые преждевременно были истреблены, когда вода разлилась под основание их? То есть воды потопа, они просто разлились, они нарушили всякое основание, и все пришло в движение. Они говорили Богу, то есть вот эти люди потопа, отойди от нас, и что сделает им содержитель а он, то есть Бог, наполнял их домы их добром. Но совет нечестивых будь далек от меня, воскресает этот человек, на самом деле подражая Иову. Это значит, он как бы имел статус ученика Иова, как в нашем народе говорят, яйцо курицу не учит. А здесь именно такой случай. Видели праведники и радовались, непорочный смеялся им, ну, праведники это всего восемь душ, непорочный, который смеялся им, гибнущих в водах потопа, это Ной. Враг наш истреблён, как бы говорил этот непорочный, а оставшийся после них пожрал огонь. То есть, а те нечестивые, которые потом появились в мире, в частности, в Содоме и Гаморе, их ждал огонь. И давайте вспомним, что говорится в книге Бытия 19 глава 27-28 стих, чтобы лучше понять вот эту фразу, а оставшийся после них пожрал огонь. И встал Авраам рано утром и пошёл на место, где стоял пред лицем Господа, и посмотрел к Содому и Гаморе, и на всё пространство окрестности, и увидел, вот дым поднимается с земли, как бы дым из печи. дым из печи, и вообще печь, она отличается от любого возгорания особой тягой, то есть огонь буквально бушует в каждой печи, где есть хорошая тяга. Причём мы знаем из Священного Писания, что люди Второго мира, они все погибнут в огне, а потому что они уподобятся Содому и Гаморе, будут поразглашать достоинства, проводить парады достоинства, подчёркивая даже какую-то значимость такого образа жизни. И Второе Петра, третья глава, десятый стих сказано, придёт же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса шумом придут, стихии же разгоревшись разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. То есть наказание нечестивых, оно неизбежно. Далее с 21 по 30 стих он, Элифас, даёт Иову очень хороший совет, заверяя в том, что если он последует его наставлением в лучшей части, то Бог повернётся к нему с милостью, и он снова будет процветать. И Элифас восклицает, сблизься же с ним, то есть с Богом, и будешь спокоен, ну как в нашем народе говорят, как у Бога в запазухе, сблизься же с ним, и будешь спокоен, через это придёт тебе добро, действительно, приближаясь к Богу, мы объемлемся Его заботой о нас, удаляясь от Бога, мы прежде всего отказываемся о Его заботе о нас. Прими из уст Его закон, и положи слова Его в сердце твое, если ты обратишься к Содержителю, то вновь устроишься, удалишь беззаконие от шатра твоего, и будешь вменять в прах блестящий металл, и в камни потоков золото афирское, что значит и в камни потоков золото афирское, когда идет лава потока, там грязь, камни, все перемешано, и даже если там окажется золото, его никак не рассмотреть. И будет Вседержитель твоим золотом и блестящим серебром у тебя. Хороший совет, ничего не скажешь. Ибо тогда будешь радоваться о Вседержителе и поднимешь к Богу лице твое, помолишься ему, и он услышит тебя, и ты исполнишь обеты твои. Положишь намерение, и оно состоится у тебя, и над путями твоими будет сиять свет. То есть какое бы намерение ты не примешь в такой ситуации, оно исполнится. Когда кто унижен будет, ты скажешь возвышение, и он то есть Бог спасет поникшим лицем. То есть если ты вернешься к Богу, Бог будет заботиться не только о тебе, но и о всех тех, за которых ты будешь просить его. Избавит и небезвинного, то есть если ты будешь просить за невиновного, Бог поможет сразу. Но даже если ты будешь просить за виновного, он избавит и небезвинного, и он спасется, вот этот человек, за которого ты будешь молиться, просить у Бога, чистотой рук твоих, потому что приближаясь к Богу, мы неизбежно очищаемся. Итак, сегодня отцы, братья, сестры, мы рассмотрели 22 главу, очень интересную, красивую главу из книги Иова. Если будем живы, Господь позволит, то в следующий раз мы с вами будем читать и делать обзор 23 главы этой книги. С Богом! С Богом!